Гульнара спрашивает Вы забыли сказать, что в конце нужно сделать специальное действие Иначе кишечник будет действовать как сипон Это после шанг-пракшаланы Я там сказал, что после шанг-пракшаланы Я лично не знаю никаких действий После нее, как все это у нас прошло И чувствуете, процесс заканчивается Процесс заканчивается Первая еда это отварной рис Отварной рис за счет своей вязкости и склеивания Способствует тому, что вот то, что у нас образовалась, грубо говоря Прямая дорога через рот и анус Это все завяжется и придет в норму То есть любое действие, видите Что такое шанг-пракшаланы? Вообще действие мы вызываем с помощью воды и упражнений Ненормальную работу желудочно-кишечного тракта То есть мы его промываем, нам надо промыть Для этого он нормально работал Надо вызвать соответствующее действие Соответствующую энергетику, которая бы вот так подействовала Это нам надо И мы запускаем этот процесс и он пошел А потом он пошел, понимаете А его-то надо остановить Иначе дальнейшая еда, которую вы будете есть Вот мы его открыли, все эти цифоны И он погнал, будем говорить, по накананной дорожке Всю эту еду не усваивать, а выбрасывать из нас Поэтому его надо остановить И вот для того, чтобы остановить это действие Как раз мы употребляем хорошо разваренный рис Вот он своими вот такими обволакивающими, вяжущими действиями Вот то, что, смотрите, мы возбудили такое Движение, то есть мы возбудили ветер Жизненный принцип ветер Теперь мы его должны загасить А загасить мы должны чем? Вяжущим, обволакивающим, сладким То есть то, что противоположно жизненному принципу ветра Это как раз слизистая вещь Которая начнет приводить наш в норму организм Поэтому вот такие вот интересные действия Кстати, если рассказывать про голодание Там тоже нечто, такой процесс идет Его надо опять вернуть в нормальное русло Вот, это все, это все Важно знать, и как раз я сказал Как это сделать По крайней мере, я делал так, и все нормально Может у кого-то что-то другое Ну и еще, чтобы закрыть сифон Надо еще одну процедуру провести Я сказал лично, я сделаю его так Если не секрет, подскажите Вот она говорит Далее Затем можно выпить три стакана населенной воды И сделать рвоту Это выключить сифон И полностью упорожнить желудок Процедура жуткая Значит Я уже как-то это подзабыл Действительно, я раньше что-то такое делал Это в самых первых Рвоту Но Я считаю, это не важно То есть Вот смотрите Что тут получается Рвота делается для того, что Ну, будем говорить Как бы с самого начала Вот вы начали пить воду Вот вы Она начала выходить И вы По тому, что выходит Начинаете судить А, грязная вода Чище, 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 чище Пошла чистенькая И вы считаете Все, процедура на этом закончена Но у вас еще осталась Вы чувствуете вода в желудке Вот тогда, тогда-то Вы, значит Выпиваете два стакана Или три стакана воды Обычной Два пальца в рот Делаете рвоту Это еще очищает вас Через верх желудок Но Можно поступить по-другому Вы чувствуете То есть Вы вызвали этот процесс И воду уже не пьете Пошла-пошла Чисто-чисто-чисто-чисто Еще подождали Какое-то время Вода, значит У вас чувствуете В желудке уже нет Она где-то там В тонком кишечнике Еще Ну, то есть Вы чувствуете Что раньше Вы бегали в туалет Там через каждые Там Пять-десять минут Потом этот процесс Все меньше-меньше-меньше-меньше Ага И воды нету В желудке Она где-то там Осталась Там еще Там в кишечнике Там немного Вот тогда Не делая Никакой там Рвоты Просто-напросто Начинайте Есть Рис И все у вас Нормализуется Лично я поступал Вот так вот Опять-таки Прошан Прошелан Важно Чтобы еще Температура воды Была примерно Примс-38 градусов Я пил обычную воду И Процедура Шла нормально Продолжение следует